Если собрать, то их вот так на дубовые доски набивают и получатся цельные ворота. А так-то оно, конечно, каждое по отдельности отлито. Но кто такую работу сработать мог? Конечно, немцы. 12 век. Понятно, что в Новигороде таких мастеров на это время не было. Это самые древние ворота, литые, какие можно в нашем государстве сейчас обнаружить. Что на их изображено? Там стены с Ветхого и Нового Завета. Ну, например, Благовещение, вход Господень в Иерусалим, Светхого Завета, рождение Евы. И что еще здесь изображено? Немцы эти, которые эти ворота отливали, они тоже себя на эти воротики поставили. Только их отсюда сейчас не видать будет. На левой половинке они внизу примастились, себя поставили, такие нескромные оказались. Ага. Да еще, знаешь, получилось так, что когда эти вороты у нас в Новигороде оказались в 15 веке в разобранном виде, тот владыка Ефимий, который палату вот эту заказывал, грановитую, чтобы яму построили, вот этот владыка Ефимий, он попросил одного новгородского мастера, чтобы он эти воротики собрал заново. Вот здесь вот их на Софии повесить. А тот, знаешь, глядит, что немцы-то себя поставили на ворота, решил, что яму тоже можно. Одную колоночку расплавил и отлил свою фигурку и тоже себя на эти ворота поставил. Да еще видишь, что немцы об нас не побеспокоились, а у них все по латыни написано. Ни одного слова по-славянски нету, непонятно, кто, кто здесь, кто есть, кто на этих воротах. Он взял на наш славянский язык, все перевел и все подписал. Где епископ, там епископ, где король, там король. Ну вот короля-то видать, правая створка, львиная морда, а вот из львиной морды, это пасть львиная, это вход в ад. А вот туда голова грешника виднеется, вот, видишь ли? И вот где этот грешник-то виднеется, справа король стоит. Это король Фридрих Барбаросса. Он когда на трон садился, для него эти ворота отливали. В городе Магдебурге, в Германии, поэтому мы их называем магдебургские. А вот правили их в Польшу, в город Плотск, поэтому их называем Плотские. У них два названия. Ну, про воротики общие я обсказала. И обратно вот так выходим. Со двора Суладычного выходим. Вдоль, ребят, вдоль. Кто в тенечек хочет, в тенечек становитесь. Да, верно. А Брозного нету, верно. Пятерю пойму по истории. Где твоя Клавдия Владимировна? Запоминай, Клавдия. Максимов пятерку по истории заработал. Где твоя Клавдия Владимировна пятерку по истории? Максимову. Максимову. Как вам рассказывали? О памятнике? Нет. Вам говорили, что просто нет проблем. Ну, видишь, как о памяти его хорошей. 20 минут прошло, он еще помнит. Да, молодец. Да, главное не в этом. Респект. Главное, что называется Лыков стропу. Понимаешь ты? Пришлось, а и сразу же сказал, что надо. Ну, значит, кто на солнышке расположился, тот на солнышке, кто в тенечке, тот в тенечке. Глядим за мою спину на огромный, на самый памятник, который у нас появивший. Ну, во-первых, откуда он у нас взялся? Городочек-то наш к 19 веку, а памятник это 19 века. Городочек-то наш уже был, знаешь, захудалая провинция к тому времени. От былого величия ничего не осталось, и вдруг такой памятник на Батрополь. Спрашивается, почему? Объясняю. Вот такая получилась история. Про князя Рюрика слыхали, да? Да, мы слыхали. Ну, вот, значит, князя Рюрика призвали в Новгород. По летописи у Местора так записано. Под 862 годом, ежели по нашему счастлению от Рождества Христова, что новгородцы написали Рюрику, что земля наша велика и обильная, наряда только нет, ну, порядка прихолоди, владеи нами. Он пришел, оказался, навел нам порядок, я ничего не хочу сказать, молодца. Порядок навел, но уйти никуда не ушел, понимаешь? Да, позвали его порядок навести, он взял, остался. Да мало того, еще все свое значится оставшуюся там фамилию, который Рюриковичи, в Киев отправил, и получилась наша первая династия. Ну, с одной стороны, знаешь, новгородцам нам маленько обидно, мы вроде как и сами, знаешь, что сами, вдруг без Рюрика у нас тут никакого государства бы не получилось бы, и так бы мы справились бы, без его. Но уж раз так получилось, считали от его, вот от Рюрика. Рюрик, и дальше пошло наше государство. Ну, новгородцы, значит, в 19 веке вспомнили об этом, пишем в Санкт-Петербург письмо, что приходит тысячелетие призвания Рюрика, давайте Рюрику в Новгороде памятник поставим, раз мы его первые догадались опозвать. Вот, ага. Да знаешь, нам показалось, что мы хорошо придумали. Приходит нам оттуда из Петербурга ответ. А что за тысячу лет? Больше некому памятник поставить? Что у нас никто не отличивший больше за это время? Понимаю. Оказалось, что одному Рюрику вроде как не следует памятник поставить. Ну, объявили конкурс, давайте всех, кто по-вашему значится достойный, давайте всех на памятник. Ну, конечно. За тысячу лет так сильно отличился. Даже памятник никто не знает. Я уже знаю, а тебя нет. Ну, ладно. Это так. Я прошу посмеяться. Пошутить. Обсказываю дальше. Объявили конкурс. Обязательно нужно было, чтобы вера православная на памятнике была в преобладающем виде. Обязательно шесть главных эпох, которые за тысячу лет прошли. Ну, и кто посильнее в каком деле отличился, выбрать и на памятник поставить. Объявили конкурс. Сумеешь лепить, лепеешь. Умеешь рисовать, рисуй. Не умеешь ни то, ни другое, напиши, что ты хочешь, чтобы на этом памятнике было. И выбирали. Ну, выбирали, выбрали самого молодого участника. Фамилия его Микешин. Вы раз по Петербургу много гуляете наверняка. Видали памятник Микешина, который Екатериной второй поставлен. Тоже на этот вот по колоколу похожий. По общему силуэту на колокол похожий. У них один и тот же автор, только этот памятничек постарше будет. Это первый памятничек Микешина. Он что предложил? Он наверх поставил ангела. Вот гляди. Как бы такая держава с крестом. Символ самодержавия. И на самом верху крест вот так вот обнимает ангел. А перед ангелом склонилась девица. Вот тебе и вера православная в преобладающем виде. А что за девица? А это в образе девицы вся Россия наша склонилась. О, ее платье простое и мяное, как у меня. А сверху надета горностаевая мантика, как у императрицы. И получается, что ангел-то, вера-то, осиняет всех людей. И простых, и непростых. В тое время, знаешь, какая идея была? Православие, самодержавие, народности. А вы как-то глазастенькие, ну-ка, посмотрите. Вот супротив Софии кто? Петр, верно. Петр Первый. Тут у Микешина как придумано? У кого какой... Мы поближе подойдем. У кого какой интерес, то оттуда и глядит. Вот Петр Первый, он поставил его так, что он глядит в Санкт-Петербург. Ежели надумаете пешочком до дома прогуляться, он в ту сторону. А у него за спиной такой гений крылатый стоит и показывает ему рукой. Туда, говорит, туда иди в столицу новую ставь. Туда, говорит, иди шведов бей. А швед победы знамя, знаешь, из последних сил защищает. Ну, а которые фигурки поменьше со всем ростом, их отсюда не видать. Надо ближе к памятнику подходить. Пойдем. Пойдем. В старик, пацан, а мы саперю садим, ай-ка! Ох! Эх! Ох! Ну, моя! Эх! 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 Ох! Ну, это можно долго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok